В Казахстане для людей с ограниченными возможностями планируют расширить список компенсаторных средств. Насколько именно, пока не сообщается. Однако известно, что эти устройства позволяют повысить компьютерную грамотность незрячим и неслышащим. Инициативу реализуют в рамках дорожной карты Хамкорлах, которая призвана поддержать нуждающихся. При этом, как отмечает в Министерстве труда, экспертизу и отбор аппаратов будут проводить сами пользователи. С последними моделями инновационных цифлотехнических ноутбуков ознакомилась Дина Женабекова. Этот уникальный аппарат предназначен не только для социализации, но и для обучения лиц с ограниченными возможностями. Портативный компьютер со встроенной технологией синтеза речи выполняет практически все функции современных гаджетов. А незрячим людям это устройство способно заменить обычные ноутбуки. Есть дисплей брайли, на котором мы можем то, что на ноутбуке происходит, выполнять все действия или читать даже. И вот он, Эль Брайль. То есть, в чем сравнение я делаю? Здесь тоже установлен дисплей брайля. То, что я делаю на компьютере, вот на этом, я могу читать здесь, посредством дисплея брайля. Весь интерфейс устройства адаптирован для казахскоязычных пользователей. Переводом программного обеспечения занимались отечественные специалисты. По словам разработчиков, аппарат способствует повышению уровня образованности среди инвалидов по зрению. Но, к сожалению, в нашей стране компьютер для незрячих людей не входит в перечень устройств, обязательных для оснащения лиц с ограниченными возможностями. Они также тактильно читают пальцами то, что мы видим с вами на экране. Кроме того, программы экранного доступа озвучивают информацию. Но мы тоже понимаем все, что человек на слух воспринимает очень ограниченное количество времени. Поэтому вот это тактильное восприятие, это истерые глаза незрячего человека. Минтруда и соцзащиты населения отмечают, что количество технических компенсаторных средств для реабилитации ежегодно растет. Два года назад их насчитывалось всего 33 наименования, сегодня уже 55. Поэтому ведомство планирует расширить список устройств, которыми будут обеспечивать детей с ограниченными возможностями. Именно экспертизу по тифлотехническим средствам мы будем проводить именно с учетом самих лиц с инвалидностью по зрению. Именно с пользователями этих средств. Допустим, сурдотехнические средства, экспертизу кто может проводить? Не мы, не госчиновники, а только те категории, которые пользуются этими средствами. Сегодня в Казахстане зарегистрировано почти 150 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Дорожная карта Камкорлок позволит не только усовершенствовать программы обучения, но и обеспечить людей с особыми потребностями необходимым оборудованием, отмечает в министерстве.